Приветствую вас, мои родные и любимые. Хотел сказать такое слово. Вы помните, апостол прекрасно сказал в своем послании, все им живет и движется и существует. И вот я, конечно, сколько в роликах приходится, там комментарии читать до сих пор, с людьми общаться, все та же самая старая песня. Все у людей, Бог плохой. Люди хорошие. А какие плохие, так Бог их ненавидит. Гневается на них, мстит их, убивает их, посылает их в ад на вечные муки. Конечно же, все эти мышления, я об этом много раз говорил, это недостойно просвещенных. Я даже не знаю, можно ли его назвать владельцем. Вы помните, как тот же самый апостол Павел говорил, что муж и жена – это тело. И кто когда ненавидел свое тело, но всегда его холит и лелеет. Соответственно, если ты свое тело холишь и лелеешь, а муж или жена – это с тобой одна плоть, то есть вы одно, да? Как ты можешь к ней по-другому относиться? Ты можешь относиться точно так же, как к себе. Ну, вы помните, что сам Иисус сказал, что весь закон и пророки, то есть вся истина, она в одном слове – «люби ближнего, как самого себя». То есть то же самое. И тут уже Иисус сказал не только там о муже, жене, а вообще о всех людях на земле. Он не говорил еще ни о церкви, ни об иудеях в частности, говорил о всех людях на земле. И, конечно, тот, кто вырос душою, познал истину, что Бог есть любовь, что Бог есть сущий, что Бог есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец. Он в и вне, он снаружи и внутри, он и человек, он и природа, и бытие, он все. Конечно же, эти люди, познавшие это, поняв, что сатана тот же самый, тем более это познавать-то не надо, нам это все в писании оставлено. И все демоны, так называемые, духовные сущности, падшие, как их называют, это некогда светлые ангелы, ибо Бог зла не творит. Бог – абсолютное благо, абсолютная любовь. А потому все сопричастны Богу. Все люди злые там, поначитаются, конечно, всякие сячины про рефаимов, лифаимов там всяких этих, исполинов, что все это семя сатаны, и все это зло, и Бог все это уничтожит. Бог ничего не уничтожает. Все, что в мире создано, в этом его часть. Все присуще Богу. Бог всячески во всем. Люди, познавшие это, понимают, что и исповедуют, ну и такие, как я, в частности, глядя на Иисуса, его слова цитируют, как первоисточник, и как истину Божью. И сами так. Кто-то про себя уже исповедует, уже хорошо. Кто-то громогласно, как это делаю я, в современных реалиях, имея YouTube и прочие вещи, да, что я пришел, как Иисус сказал, не губить, не убивать, не душить, не уничтожать, а спасать. Бог никого не уничтожает. Все в нем. Ты же не будешь себе ногу отрезать, ты будешь ее лечить, ты будешь ее спасать. На самом деле Бог только спасает, Бог только лечит, Бог исцеляет. Да, человек, творящий зло, или ангел там демонический, Бог не участвует в этом зле. Но жизнь дает ему Бог. Силу вкладывает в руки творить это зло. Бог. Можно по глупости своей, конечно же, назвать тогда и Бога соучастником зла, но это не так. Бог, помимо сотворения этого человека, даровал ему самый бесценный дар, то есть свою сущность, это свобода. Только поэтому Бог и дает ему одновременно жизнь, что казалось бы абсурдно, и дает ему творить зло. Но Бог не хочет, чтобы он творил зло. Это свободный выбор человека, ангела, или любой другой сущности, обладающей этим даром. Ну, мы знаем, по крайней мере, о двух сущностях, ангельских и человеческих. Вот и все. Поэтому, когда вот эти, я говорю, вы знаете, как мне в комментариях пишут лично, я общаюсь. Эти там негодяи, эти. Бог любит всех. Бог ни на кого не гневается, Бог никого не ненавидит. Приписывать, как один даже из великих мыслителей, был он на земле или нет, я не знаю, Исаак Сирин. И, конечно, все, что ему приписывают, там есть и много нехорошего. Но, опять же, если это он говорил или не он, это суть вообще не важная. Так, для православных затравочек, кто меня, может, слушает, может, как-то слышит. Он говорил, что приписывать все эти вещи Богу богохульно, омерзительно и богохульно, что Бог гневается или злится, ненавидит, мстит, убивает. Бог все во все. Все, что вокруг нас, это его тело. Все, все бытие. До самых кончиков микромира, электронов там, и до самых концов макромира. Хотя и нету конца. Ни в начале, ни в конце, ни в микро, ни в макро. Человек, поняв это, понимает, почему Бог никого не может ненавидеть. Как он может сам себя ненавидеть? Какие бы ни были плохие дети или родители, друзья, мы в сердце своем до конца желаем им блага и хотим их исправления, чтобы они были нормальными. Вот и все. Чтобы они когда-нибудь исправились, как мы это называем, вошли в разум и в здравый смысл и изменились. Вот и все. Мы не желаем им смерти, на самом деле. Поэтому и Бог не может ничего уничтожить. Да, проходит иногда смерть это телесное, этого тела. Бог так все это задумал и придумал. Но в сущности свободная личность уже никогда не уничтожима. И у нее, кстати, она свободна, да, казалось бы, но в то же время когда-нибудь ей придется сделать правильный выбор. Вечно закисать во зле невозможно. Вот. Потому что, как бы ты ни закисал, и нам обычно кажется, и во зле нам хочется умереть, а, да умру, да и все. Нет, ты никогда не умрешь. И когда-нибудь тебе придется принять свет и стать светом тем, коим ты являешься. Вот и все. Поэтому, конечно, Бог всячески во всем. А значит, Бог есть абсолютная любовь. Хотите так. Можно наоборот. Никто никогда не ненавидел свое тело. Самый больной орган ты всегда жалеешь и пытаешься его до последнего исцелить. Но я говорю, это лишь в этой жизни, так как имеется смерть и тление, конечно, мы прощаемся с какими-то больными органами, даже там, руками, ногами, почками, там, внутренними органами, чтобы не умереть до конца, не повредить остальные. Но это лишь в этом смертном мире. Именно поэтому Господь и придумал смерть, чтобы мы о чем-то задумывались, одумывались. Но кто познал истину, которая в бессмертии Бога и человеческой души, личности, тот, естественно, у того перевернулся мировоззрение, и он все понял. Так как ты бессмертен, ты уже никого никуда уничтожать не будешь, не будешь только исправлять. Именно поэтому Иисус и сказал, я пришел не губить, а спасать.